Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США разыскивают за разглашение секретной информации, попросил политическое убежище в Эквадоре. Об этом сообщил министр иностранных дел республики. В воскресенье самолёт аэрофлота из Гонконга, на борту которого находился Сноуден, а также адвокат Эвикиликс, прибыл в Шереметьево. По поводу того, как дальше развивались события, выдвигается несколько версий. По одной из них Сноуден не покидал территорию аэропорта, так как у него нет российской транзитной визы и остаётся в так называемом капсульном отеле «Воздушный экспресс». Именно поэтому журналисты так и не дождались его у выхода. В то же время немало вопросов вызывали припаркованные рядом с терминалом автомобили с номерами посольства Эквадора. Замеченный в Шереметьево посол республики в Москве подтвердил, что намерен встретиться с бывшим сотрудником ЦРУ. В воскресенье в Твиттере Викиликса появилась информация, что сотрудники интернет-сайта помогали Сноудену безопасно покинуть Гонконг и оказывали поддержку в поиске политического убежища в демократической стране, говорилось в сообщении. Напомним, что основатель сайта Джулиан Асанш, который также преследуется за обнародованием секретных данных, уже год не покидает стен посольства Эквадора в Лондоне.